Добрый вечер! В эфире новости на Катунь 24. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. Губернатор Виктор Томенко находится в рабочей поездке в Волчихинском районе. Какие объекты уже посетил глава региона? Штраф 100 тысяч рублей и фактическое прекращение работы до конца летнего туристического сезона. Такое наказание грозит бару 4Х. Витражи и другие изделия из стекла бийской семейной пары популярны и в Алтайском крае, и за его пределами. Подробности в выпуске. Мини-технопарк создадут в новой школе в селе Усть-Волчиха. Строительство находится на завершающем этапе. На объекте в ходе рабочей поездки в Волчихинский район побывал губернатор Виктор Томенко. Школа в Усть-Волчихе рассчитана на 140 учеников. Здание, где ранее была школа, очень старое, и село давно нуждалось в современном образовательном учреждении. Помог национальный проект образования. Строительство новой школы обойдется примерно в 190 миллионов рублей. Еще около 40 миллионов уйдет на оснащение, чтобы ученики могли получать знания в комфортных условиях. Классы оборудованы проекторами и интерактивными досками. Также Виктор Томенко положительно оценил создание в этой школе точки роста, чтобы педагоги и дети смогли работать с самыми современными образовательными технологиями. Материальная база для того, чтобы здесь была точка роста, она шикарная. Будем надеяться, в ближайшей неделе все будет завершено, и все, школа есть. Школа современная, с современным оборудованием теплая, просторная, светлая. Первые условия для точки роста есть. Второе условие – ребятишки, заинтересованность, дети есть, заинтересованность, успеваемость. Министр образования и науки Максим Костенко подчеркнул, что такие мини-технопарки и точки роста будут созданы в сельских школах по всему региону. Сегодня, в этом году, будет у нас 42 таких точки роста открыто, но до конца национального проекта, до 2025 года, будет не менее 300 точек роста открыто. Из-за пандемии и сложности логистики сроки строительства школы в Усть-Волчихе немного сдвинулись. Однако до конца года все должны завершить. Виктор Томенко отметил, что в приоритете качество работ. Штраф 100 тысяч рублей и фактическое прекращение работы до конца летнего туристического сезона. Такое наказание грозит бару 4Х. Простым языком – несоблюдение санитарных норм. Согласно постановлению, цитирую, «Для достижения целей административного наказания имеются достаточные основания для применения административного приостановления деятельности, поскольку существует угроза жизни и здоровью граждан». Конец цитаты. Виновное общество с ограниченной ответственностью «Энигма» – юридический адрес Барнауле. Фактически, заведение находится в районе Старого Айского моста на реке Катунь. Столь пристальное внимание со стороны Роспотребнадзора заведение получило благодаря яркому открытию сезона в начале июля этого года. Вот кадры с той вечеринки. По различным источникам заведений находилось до 2500 человек. К слову, до конца сезона остается менее двух недель, но вряд ли их удастся доработать. Напомню, согласно постановлению, 19 августа на 20 суток деятельность должна быть прекращена. Впрочем, обжаловать решение можно в течение 10 дней. И продолжаем. Еще 74 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровело 146 пациентов. Зарегистрировано 4 смертельных случая. От коронавирусной инфекции – 1. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 11 042 жителей. Выздоровели чуть более 9,5 тысяч человек. На лечении находится чуть более 1200 человек. Мобильный асфальтобетонный завод появился в Камниной Аби. Его можно построить всего за полторы недели и быстро перевезти в любой район края. Завод будет работать здесь, пока идет ремонт региональной трассы Павловск-Камень-Наби и других дорог города. Как минимум до октября. На объекте производится 160 тонн асфальтобетона в час. Завод не представляет опасности для окружающей среды. Он оснащен системой фильтров для очистки выбросов. Брали его именно из условий его мобильности, чтобы можно было не привязываться к существующим заводам, а выполнять на объектах работы, там, где своих заводов либо нет, либо они не совсем новые, не совсем качественные. Барнаульцы могут не беспокоиться о предстоящем отопительном сезоне. Об этом рассказал Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании. Подробности в нашем сюжете. 10 миллиардов рублей. Именно столько сибирская генерирующая компания вкладывает в ремонт теплосетей, сооружений и техперевооружения в 2020 году. Это 241 километр теплосетей в 17 городах и поселках Сибири. Десятая часть этих затрат приходится на столицу Алтайского края, город Барнаул. В этом году объем финансирования составляет 1,3 миллиарда рублей и в планах у нас переложить 32 километра тепловых сетей. В этом году на 11% повреждений, которые были выявлены при опрессовке, меньше, чем в прошлом году. Убежение числа порывов при опрессовке в Барнауле говорит еще и о том, что и в ходе отопительного сезона вероятность порывов существенно сокращается. Об этом в ходе презентации публичного доклада СГК о подготовке к отопительному периоду рассказал Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК. С его слов, на сегодня в Барнауле переложено 20 километров сетей из 32 запланированных, но и оставшиеся 12 километров в стадии завершения. Так или иначе, к 15 сентября все работы будут завершены, а внешние следы ремонта устранены. Такова современная доктрина СГК, соответствующая теме комфортной городской среды. Если мы там при работах нам мешают какие-то конструкции, мы их демонтируем, потом возвращаем на место. Если мы нарушили газон, значит мы завозим черный грунт, сеем траву. Если мы нарушаем асфальтовое покрытие, значит мы его восстанавливаем. Политика максимальной открытости предполагает обязательную обратную связь в ответ на каждое замечание со стороны потребителей. Сегодня такую обратную связь можно получить и по телефону диспетчерской, он на ваших экранах, и на сайте СГК. Там же можно ознакомиться и с текущим ходом ремонтных работ. Константин Ганов, Сергей Балуев, новости. Краевая федерация альпинизма объявила сбор средств на строительство нового скалодрома в Барнауле и покупку снаряжения для ледолазов. Напомню, на этой неделе в парке Изумрудный сгорел единственный спортивный объект, где тренировались альпинисты региона. В пожаре сгорели и все комплекты для тренировок. Один такой, по словам представителей Краевой федерации альпинизма, стоит 70 тысяч рублей. Нужно как минимум 10 комплектов. Также сейчас решается вопрос, где будут тренироваться ледолазы. В качестве замены рассматривают скалодром-лабиринт. В это воскресенье футболисты Барнаульского Динамо проведут первый домашний матч сезона профессиональной футбольной лиги. Соперником будет пермская звезда. Но на трибунах поддержать нашу команду не получится из-за ограничений по эпид-ситуации. Тем не менее, Минспорт региона призвал болельщиков поддержать наш клуб дистанционно. Мы, конечно, ждали возможности очно поболеть, поддержать нашу команду. Но, к сожалению, пока эпид-ситуация не позволяет этого сделать. Но, тем не менее, Динамо, мы с вами болеем. И прошу всех поддержать, даже через мониторы нашу команду. Росгвардейцы со всех уголков края определили лучших на региональном конкурсе профессионального мастерства. Какими навыками должен обладать сотрудник вне ведомственной охраны? Подробности у моих коллег. Каким должен быть настоящий росгвардеец? Условие первое – хорошая физическая подготовка. Вот и участники краевого конкурса профмастерства сначала идут на турник. Правила жесткие. Подбородок выше перекладины. Рывки ногами во время упражнения запрещены. К снареду. Условие второе – выносливость. Росгвардейцы бегут километровый кросс. Дистанция такая, что нужно правильно выстроить тактику. Каким образом, спросили у победителя одного из забегов. Ну, сначала помедлить, но повысить. Получилось? Да. Условия 3 и 4 – скорость и меткость. Росгвардейцы на время проходят полосу препятствий с огневым рубежом. Нужно поразить пять мишеней из пистолета Макарова. Цена промаха высока. За каждый – 15 секунд штрафа. Последний, самый зрелищный этап конкурса – это выезд группы по тревоге. В действительности, такую работу сотрудники вневедомственной охраны выполняют в среднем три раза в день. Именно поэтому все условия максимально приближены к реальным. Поводы для тревоги могут быть разными. Поэтому для каждой команды приготовили свой сценарий развития событий. Например, ограбление магазина, пьяная драка на улице. Среди задач – обезоружить правонарушителя, надеть наручники, посадить в служебный автомобиль. Проходим, посадим. Волоним. В соревнованиях участвует 28 команд, по два человека в каждой. Все прошли отбор на уровне районов. Основная цель данного мероприятия – для того, чтобы сотрудники получили положительный опыт взаимодействия между собой, изучили безопасные приемы работы с гражданами, чтобы не боялись применять физическую силу и специальные средства. В итоге весь пьедестал заняли росгвардейцы Барнаула. Третье место у группы задержания – третьей роты отдела вневедомственной охраны. Второе – у второй роты, а первое, соответственно, у первой. Победители получат возможность представить регион на всероссийском уровне. Владислав Кириенко, Михаил Лифуншан. Новости. К другим темам. Стеклорез, паяльник и печка для нагрева до 800 градусов. Витражи и другие изделия стекла бийской семейной пары популярны и в Алтайском крае, и за его пределами. Подробнее в сюжете Константина Ганова. Чем настоящий витраж отличается от аппликации? Тем, что настоящие витражи на церквах и соборах живут многие сотни лет. Делаются они из множества цветных стекол на металлическом каркасе и соединяются при помощи металла. Имитация витража, которая, однако, тоже востребована – это обыкновенное плоское раскрашенное со стекло с приклеенным контуром. Именно такими работами долгие годы вдохновлялась Любовь Кондракова, бийский художник-витражист. Наша студия, студия авторского стекла, работает в нескольких техниках. Техника Тиффани, вот такой вот интересный ловец света или вот картина. Каждый кусочек вырезается из витражного стекла, обворачивается специальной фольгой и припаивается припоем. При помощи паяльника. В технике Тиффани, допустим, можно делать витражи. Вот недавно мы как раз закончили серию витражей в церковь на Асси при Бурмаше. Вот. А также в технике Тиффани можно делать интересные светильники. Вот такого плана, допустим, на кованой ножке. Роман Кондраков-супруг Любови Кондраковой в прошлом мастер кузнечной мастерской. Оважает сочетание металла и стекла, что хорошо реализуется в светильниках Тиффани. А еще он обучает семейному мастерству молодежь и тех, кто постарше. У нас очень востребованы мастер-классы, как для детей, так и для взрослых. Дети у нас любят собирать мозаику, взрослые у нас любят собирать украшения. Иногда собираем более крупные вещи. Но это уже, конечно, не с первого раза для тех, кто сначала пройдет курс молодого бойца, получит первоначальный опыт, попробует, как резать стеклом. Наиболее популярное направление следи начинающих – фьюзинг. Это когда цветные стеклышки складываются вместе и под действием температуры 800 градусов сплавляются между собой. В мастер-классах по изготовлению сувениров чаще используют детали, оплавленные в технике фьюзинг. Кстати, один из таких наборов в ближайшие дни будет разыгран на сайте телеканала «Катунь-24». Следите за обновлениями и, возможно, он будет ваш. Константин Ганов, Денис Кузьменко, новости. Погода в Барнауле в выходные дни 22 и 23 августа будет дождливой. Об этом сообщает Алтайский гидромедцентр. По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 августа, температура составит плюс 21, плюс 23 градуса. В начале дня – кратковременные дожди, гроза. Ветер ожидается юго-западный – 6-11 метров в секунду. В воскресенье, 23 августа, погода в Барнауле существенно не изменится. Температура чуть понизится до плюс 20, плюс 22 градусов. Ветер немного усилится – до 7-12 метров в секунду. Также ожидается кратковременный дождь и гроза. Отмечу, что в целом по Алтаю также ожидается пасмурная и дождливая погода. Однако сегодня, 21 августа, все еще сохраняется штормовое предупреждение по поводу высокой пожароопасности. И на этом выпуск новостей завершен. Еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте katun24.ru. А также предлагайте свои темы, возможно, мы расскажем о них в нашем эфире. С вами была Анастасия Борисова. Увидимся в 20.30. Не переключайтесь. И хорошего вам вечера.